Смета «Волга» в кювете и разбитый большегруз. Эти страшные кадры – напоминание того, какие могут быть последствия аварии автомобилей из разных весовых категорий. Утром в субботу семья поехала на святой источник за водой, но вернуться домой не успели. Набрали воду, подъехали в перекрёстку и поехали. Всё нормально было дальше, и я не помню, как это произошло. Я вижу, что меня взад ударили, и, получается, выкинуло меня. То есть ВТП произошло с этим грузовым автомобилем? С правой стороны, с моей стороны, выкинуло от удара в совсем другую сторону. Я это вижу. Теперь я отошёл. Манёвры вы никакие провоцирующие не совершали? Двигались в прямом направлении, правильно? Прямо, потихонечку ехал. У меня нет оборотов, у меня не та машина, чтобы гнать. Самый большой, если ехал, может быть, 70, не больше. В результате ДТП погибла пассажирка. Водитель «Волги» и 13-летняя девочка были госпитализированы. Увидев машину, «Волгу» выехал на расстоянии, на километр, 500 метров далеко, сразу прижался к обочине, к правой, к своей. Ехал по обочине, немного вилял. Я догонял его, как и сквидал скорость. И приближался. И когда приближался метров 20-30, включил левый поворотник, чтобы обойти его по своей полосе, и не уходя навстречку. И он резко начал поворачивать налево, без включения поворотника. Я ушел на встречную полосу избежать столкновения, и произошло столкновение. Я ехал за фурой. Ехали 80 км в час. Приближаясь к фуре, водитель фуры включил левый поворотник и дал резко по тормозам. Вследствие чего я тоже резко дал по тормозам, и начал уходить направо. А водитель фуры начал уходить налево, то есть на встречную полосу. После чего водитель фуры оказался на встречной полосе, остановился. Мы проезжаем, получается, проехали фуру, смотрим налево, и с левой стороны дороги машина «Волга» в Кювете. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, продолжает устанавливать. Дмитрий Белов при содействии пресс-службы ГИБДД по Брянской области.